130 миллионов долларов на реализацию жилищных программ. Власти Казахстана предлагают гражданам покупать квартиры на выгодных условиях. Что чаще выбирают новостройки или вторичное жилье, расскажет Алена Забирова. Сейчас Берик Айдарбеков владелец собственной однокомнатной квартиры. Жилплощадь приобрел на вторичном рынке, зато в центре города и рядом с работой. Я работаю программистом и часто остаюсь в офисе допоздна. Очень удобно, что квартира неподалеку. Не трачу деньги на проезд. Да и иметь дом в центре города престижно. Он всегда будет в цене. В Нур-Султане Берик уже 8 лет. Все это время приходилось снимать комнату, чтобы откладывать деньги на сберегательный счет для покупки квартиры. Я вырву программу, буду строить сбережения. По ней банк выделяет минимальную процентную ставку от 5 до 3,5%. Я могу погасить долг за 6 лет. Дом не новый, но есть свои плюсы, говорит Новосел. Стены вон какие-то толстые. Не то, что в домах. Соседей вообще не слышно. 40 квадратных метров, просторная планировка. От предыдущих хозяев в квартире остался ремонт и мебель. Приобретением мужчина доволен, как и районом, в котором живет. А вот в семье Калиевых мириться с шумом центральных улиц не хотят. Предпочли жить в спальном районе. Квартиру взяли в новостройке. Единственный недостаток – до центра около часа на авто. Вот кухня. Входим в кухню. У нас здесь как бы кухня-студия. Все под свой стиль сделали. После свадьбы молодожены два года жили с родителями. Копили на первый взнос по ипотеке. Тогда действовала программа, при которой он составлял половину стоимости квартиры. Благодаря программе 7-20-25 взять кредит удалось быстрее. Накопили 20% от стоимости, остальную сумму возвращают под 7% годовых. Сейчас у семьи квартира в 65 квадратов. Нам показалась эта программа более выгодной. И деньги пришлось копить недолго. Так как квартира новая, мы все обустроили под свой вкус. В принципе, дом нравится. Сейчас в Казахстане в очереди на жилье стоят более 500 тысяч человек. Ежегодно в стране сдают миллионы квадратных метров жилья. Для их доступности запускаются различные госпрограммы. Предлагают и арендные квартиры для тех, кто не накопил на ипотеку. Снять жилье по льготной стоимости могут многодетные и малообеспеченные семьи. Алена Забирова, Сахиджан Куанышбаев, ПИР24.